Наше общество развивается, развивается, строится, возникают новые технические системы, машины. В времена Средневековья, когда главной такой машиной были часы, возник механицизм со всеми его и философскими, и физическими, так сказать, изысканиями. В наше время самой распространённой машиной является компьютер. И, естественно, возник компьютеризм. Попытка распространить понятие компьютера на всё устройство мира. Вот такая возникла компьютерная метафора. Она возникла сразу после создания самых первых ламповых компьютеров в 40-х годах и непрерывно развивается. Сейчас имеется уже много аспектов этой большой метафоры. И всю Вселенную считают набором квантовых компьютеров разного сорта. Значит, прежде всего, что такое компьютер? Компьютер – это система со структурированной неопределённостью. Значит, это первое. В компьютере у нас имеется память. Она может быть пустой, она может быть чем-то заполненной. Понимаете ли? И мы можем менять её содержание. Второе. В этом самом компьютере могут работать, функционировать параллельно несколько программ, несколько миров. Это вот такая наглядная модель многомировой системы. И, значит, и там, пожалуйста, в одном мире пусть будет и большой взрыв, в другом мире этого большого взрыва может не быть и так далее. То есть, это возможность, возможность для реализации самых различных физических и прочих теорий. Далее. Ну, когда мы говорим о компьютере, то сразу встает вопрос о языке общения с компьютером. Значит, мы пользуемся человеческим языком и, вообще говоря, математических моделей очень немного. Хороших математических моделей. Вот это, если проследить всю цепочку, которую мы тут видим. Вот видите, вот язык человека. В ряде случаев мы можем перевести это на язык основных соотношений, формул. Потом это всё можно запрограммировать на тех или иных языках, поставить на машину, реализовать на машину, получить результат в виде таблиц, текстов, анимаций, музыки. В общем, гигантское многообразие всего этого может быть. Самая большая трудность, как перевести задачу, сформулированную на языке человека, на язык основных соотношений. Вот это главная проблема, которая при этом возникает. Значит, и ведь что такое наш естественный язык? Наш естественный язык – это последовательность слов. А за каждым словом стоит смысл. Мы слова обозначаем, а смыслы не обозначаем. Смыслы мы подразумеваем. И каждый эти смыслы подразумевает по-своему. И из-за этого возникает очень много непонимания. Такая Вавилонская башня мнений, так сказать. И наш Конгресс является таким хорошим свидетельством этому, собственно говоря. Поэтому для того, чтобы действительно использовать естественный язык в качестве такого конструктивного инструмента, необходимо точно определить понятие смысла. По этому поводу, конечно, написано очень много. Что такое смысл и значение? Очень много литературы. Гора литературы. Конструктивного, по сути дела, ничего нет. И пришлось вводить заново понятие смысла. Значит, вот во втором уравнении мы первую фразу имеем. Это, ну, допустим, три слова. Последовательность слов. Линейная последовательность слов, что определяется нашей системой говорения и слушания, так сказать. Нашей анатомией, так сказать. Значит, вторая формула. Мы вводим, значит, слово умножаем на смысл первого слова, слово второе умножаем на смысл второго слова, слово третье умножаем на смысл третьего слова, равняется нулю. Вот это вот базовое, что ли, уравнение, которое позволяет нам вычислить смыслы слов из контекста. Ну, в данном случае контекст эти три слова. Ну, мы можем заменить слова буквами А от английского appearance и смысл essence от английского. Вот формула 2, 3 – это модели фразы 1. Модели фразы 1. Значит, и мы можем разрешить это уравнение путем введения третьей группы переменных произвольных коэффициентов. Вот таким вот образом, как показано на уравнении 4. Значит, тут мы вычисляем значение слов, исходя из смыслов, или смыслов, исходя из слов. Значит, у нас вот У1, У2, У3 – это произвольные коэффициенты. Вся эта система – это алгебрическое кольцо, собственно говоря. И этот подход мы можем распространить на любое число слов, любое число фраз. И число произвольных коэффициентов в структуре этих эквивалентных уравнений будет равно числу сочетаний из n по m плюс единицы, где n – число различных слов. m – число различных ограничений фраз. Вот эта формула очень интересная. Я приведу таблицу, таблицу, так сказать, вот что она означает. Значит, что интересно в этой формуле? Значит, для малого числа переменных наложение ограничений приводит к уменьшению числа произвольных коэффициентов. Но при неопределённости. Для большого числа переменных при наложении ограничений число произвольных коэффициентов сначала возрастает, достигает своего максимума, а потом начинает убывать. То есть, значит, вот у нас в сложных системах при наложении ограничений неопределённость сначала растёт. Это очень важный факт. Итак, мы можем превратить любые тексты, собственно говоря, весь корпус текстов, накопленные человечеством, вот в такие формульные аналитические структуры и, по сути дела, извлекать смыслы из большого количества накопленных текстов. Это, по сути дела, такая герменевтика на современном уровне. И этим сейчас мы работаем с большими библиотеками, которые готовы этим заниматься. Дело в том, что в библиотеках сейчас переводят книги в цифровую форму. И на это брошены очень большие деньги. А уж коли вы перевели книгу в цифровую форму, то сам Бог велел дальше обрабатывать этот текст, извлекать смыслы, нужные для того или иного. Значит, это первое. Второе. Если мы будем описывать системы таким образом, то что мы увидим? Значит, вот на этом рисунке представлена система. Тело системы взаимодействует с окружающей средой. Рассогласование в этом взаимодействии учитывается блоком управления, control unit. Значит, и если цель системы обеспечить выживание в потоке перемен, который обеспечивает ему, так сказать, вот этот поток перемен, окружающая среда, там всё меняется, то у нас есть две возможности. Во-первых, мы можем использовать произвольные коэффициенты для настройки, для адаптации. И чем их больше, тем больше возможности адаптации. Во-вторых, мы можем накладывать ограничения, обучать систему. Мы можем, конечно, объединять системы в коллектив. Адаптационные возможности здесь тоже могут возрастать и так далее. Значит, и если мы вот таким образом будем развивать наши системы или системы будут развиваться по этому закону, то цикл развития этих систем будет следующим. Значит, вот у нас это ось. Это количество произвольных коэффициентов неопределенность, тем количество ограничений. Т – это ось времени. Значит, вот если всё начинается из точки 1, система обучается, постепенно проходит адаптационный максимум и становится всё более и более жёсткой. И в точке 2 система либо должна погибнуть под воздействием внешней среды, потому что она жёсткая, она не может приспособиться, либо должен осуществляться креативный переход из точки 2 в точку 3. Часть из того, что она знала, должна система забыть. Значит, и начинается новый цикл развития из точки 3. Вот, значит, мы опять достигаем адаптационного максимума, достигаем, значит, вот точки 4. Опять возникает ситуация креативного перехода и так далее, и так далее. Вот такая циклическая система, она наблюдается во многих и многих сложных системах, в биологических системах. Если говорить о человеке, то зона адаптационного максимума человека находится в возрасте 10-14 лет. Если мы посмотрим таблицы смертности во всех регионах и во все временные эпохи, то именно в этом возрасте мы имеем наименьшую смертность. И как только мы прошли зону адаптационного максимума, значит, наступает пора половой зрелости, значит, организм начинает размножаться. Это тоже такая защитная реакция для того, чтобы не превратиться в жесткую структуру. И имеют место циклы развития, значит, можно говорить и об отдельных особях, и о сообществах, циклы развития в экономике и в других структурах. В общем, вот наличие, вот открытие этого феномена адаптационного максимума позволяет объяснить очень многие циклические процессы. И если мы будем следить за развитием системы и вовремя осуществлять креативный переход, то можем избежать таких катастрофических последствий различных кризисов. Значит, вот если применить этот подход к физике и попробовать промоделировать атом водорода, значит, атом, вот мы берем первые ключевые слова, атом плюс протон плюс электрон, значит, вот, и у нас вот будут вот те уравнения с тремя переменными, где будет три произвольных коэффициента. Если возьмем дейтерий, дейтерий, там, значит, у нас атом, протон, электрон, нейтрон, значит, вот у нас будет следующая структура с произвольными коэффициентами, здесь 6 произвольных коэффициентов, вот. Значит, таким образом мы можем наложить ограничения, превратить в систему из четырёх, тут возможны различные атомные моделирования различных атомных реакций, и таким образом мы можем смоделировать все элементы таблицы Менделеева. И возникает новая характеристика – адаптационные возможности этих элементов. Элементы первой половины таблицы Менделеева находятся в зоне адаптационного максимума, и они, в принципе, все устойчивы. Вот. А вот там, где находятся радиоактивные элементы, уран, значит, вот, плутоний и так далее, они находятся в зоне далёкой от адаптационного максимума, и там мы имеем вот самое произвольное распадение этих атомов и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мы можем применить этот подход и к переходу из одной мировой точки в другую, из одной мировой точки в другую, и, значит, тут открываются очень большие возможности. Тут много произвольных коэффициентов, и мне кажется, что тупик в изучении пространства и времени связан с тем, что рассматривалась всегда очень узкая такая вот зона возможностей. Так. Далее. Ну вот, перед нами была поставлена задача создать нано-роботы. Мы роботами давно занимаемся, так сказать, вот, в человекоразмерном, так сказать, виде и манипуляторами, и подводными там, любыми, собственно говоря. А вот если мы хотим построить нано-робот, то нам нужно вычислить, из каких веществ его нужно строить. Вот если мы будем такой вот трёхзвенный как бы манипулятор рассматривать, вот то, что тут вот записано, это трёхзвенный манипулятор, то неопределённость, которая содержится в этой структуре, это 792 произвольных коэффициента. Значит, и вещество, из которого должно быть сделано, сделан этот нано-робот, значит, он должен быть, должно быть не проще, а сложнее, чем вот эта структура с неопределённостью. Значит, это вот является необходимым условием синтеза нано-роботов. А для того, чтобы этот нано-робот мог успешно функционировать в изменяющейся среде, он должен находиться в зоне адаптационного максимума. Это достаточное условие. Для чего нам нужны нано-роботы? Нано-роботы нам нужны прежде всего для того, чтобы решить проблему малозатратной утилизации тех машин, которые мы создаём. Вот все технологии, которые сейчас функционируют, по сути дела, мы делаем машины, прочные машины, а потом возникает колоссальная проблема их утилизации. Если мы будем в качестве элементной базы использовать нано-роботы, то тогда мы можем по сигналу внешнего управления из этих нано-роботов собирать различные нужные нам машины, а потом тоже по сигналу внешнего управления их разбирать, чтобы они распадались. И сейчас в этом направлении ведутся очень интересные работы. Тут к нам обратились геологи с проблемой предсказания землетрясений. известно по гипотезе Вегенера, которая сейчас подтверждена, что такое наш земной шар. Это на поверхности магмы плавают континентальные плиты. И вот мы построили модель движения этих континентальных плит. Допустим, 8 самых больших плит. Значит, вот у нас получается структура с 56 произвольными коэффициентами. И сейчас мы вместе с геологами осуществляем моделирование движения континентальных плит. И ещё добавили расширение радиуса Земли. Земля по своим размерам всё время растёт. Там, значит, причём довольно быстро растёт. Это тоже всё можно тут учесть в этой модели связи с геологов. Теперь астрономия и астрофизика. Но мы привыкли, так сказать, когда мы говорим о солнечной, хотя бы о системе. Тут у нас есть закон Ньютона. Да, закон Ньютона есть. И если его применяют, значит, получается движение по этим орбитам, по которым двигаются планеты. Но движение по этим же самым орбитам можно получить не обязательно из закона Ньютона. Обратная задача допускает множество решений. Множество решений. Понимаете ли, так сказать? Вот тут, если мы возьмём в качестве ключевых слов все наши планеты, там, Солнце, Марс, там, Венера, в общем, вот 10 планет, вот 10 планет, вот система уравнений, система уравнений Солнечной системы. Значит, у нас тут 45 произвольных коэффициентов, и мы тут можем получить гигантское множество решений, которых можем по-разному, конечно, оценивать. Аналогичным образом мы можем говорить о галактиках, о звёздных системах. Ну, и о кибернетической метеорологии. Вот у нас тут тоже имеются хорошие контакты. Значит, я хочу сказать, что вот такой подход, когда мы вводим понятие смысла, позволяет нам использовать ключевые слова, в различных областях науки, в самой разной. И мы с биологами тут работаем, модели организма построены. Значит, вот, и построить новый класс аналитических моделей с неопределённостью, со структурированной неопределённостью. То есть у нас имеются три блока. Это вот сами слова, основные понятия, их, второе, это их смыслы, и третье, в-третьих, это структурированная неопределённость, которую мы можем использовать для решения задач на вот этих исходных многообразиях. Теперь следующее, что мне представляется очень интересным. Значит, если мы вот таким образом подходим к решению систем, различных систем, с одной стороны, с другой стороны, человека, то, вообще-то говоря, имеется много общего между этими моделями. и отсюда вытекает возможность объяснения различных явлений, таких как телекинез, допустим. Да, действительно, если мы можем управлять вот этими произвольными коэффициентами человек сам своими способностями, то, конечно, он будет очень сильно изменять вот эту самую систему. вот. Но это только лишь сейчас только лишь предположение, и в этом направлении мы намереваемся работать. Спасибо за внимание. Так, вопросы какие есть? Один вопрос. Я, значит, с самого первого уравнения. Там, где у вас просто слова складываются, даже ничего нет. Там, где у вас прикладываются еще смыслы, получается уравнение там, в правой части, да, где появляется нуль. То есть, если есть смысл, то оно то с нульом. Вот. Если смысла нет, то нуль и нет. Я думаю, что, скорее всего, в правой части должно быть что-то неопределенное. Вы поставили смысл. Интегральный смысл, да. Интегральный смысл, но он должен быть неопределенным. Понимаете, вы можете, можете, можете там поставить любую величину, но мы можем ее перенести из одной части в правую. А почему не ноль? Потому что не построив уравнения, мы не построим исчисления. Значит, что мы, пока, вот смотрите, пока у вас просто слова, у вас просто слова. Когда вы добавили смысл, у вас получилось, что это высказывание имеет разную нулю. То есть, не имеет смысла. Понимаете, в чем дело? Ничего подобного. Ну, рекомендуем пустоте. Ничего подобного. Поэтому здесь должна быть неопределенность какая-то. Правильно подсказано было интегрально. Должна внести. Ну, что, пожалуйста. То, что вы тут напишите справа, это все легко можно перенести налево. И опять будет ноль. Перенесите, но не пустота. А перенесете, оно уже есть. Так вы сначала напишите, что у вас справа будет, а потом... А зачем? Вот понимаете, вот такой подход, он работает. Он работает. Это вот... Это вот... Это работает. Это работает. Конечно, можно. Сколько раз то сюда уже подставляли что-то, но возвращались все время к этому. На любое уравнение можно написать... Тогда нужно интегральный смысл добавить к этому к левой части. Пожалуйста. Тогда будет ноль. Пожалуйста. Пожалуйста. Можно сделать так. Так сделайте. Вот. Понятно. Больше ничего не видно. Вот еще один вопрос. Еще. Вы опираетесь, ссылаетесь на периодическую таблицу элементов Менделеева. Да. Но здесь общепринято не Менделеевская, а Веберовская от 1905 года. Менделеев всегда оканчивал на галоген периоды и не принимал понятия периода, только ряды и кругу. И начинал из Сефира. Да. Ну и начался эфира в 1902 году. А при этом нужно говорить не таблица Вебера или Менделеева, а натуральный ряд элементов. Тогда все будет... Я с вами полностью согласен. Полностью согласен. Понятно. Все, вопросов больше нет. Спасибо.